Доброго всем времени суток! Начинаем наш очередной эфир, который сегодня будет посвящен симулятором. Поговорим немножко про то, как готовят операторов и в чем преимущество подготовки именно на симуляторах. Мне сегодня будет помогать, надеюсь, меня вы уже знаете, Авдеев Михаил, представитель Вольво. Сегодня мне будет помогать наш дилер из Грузии. Сейчас она скоро к нам присоединится. Это Гванса Буджиашвили. Так, народ уже начинает потихонечку присоединяться к нам. Гванцу пока я не вижу. Так, всем привет! Всем большой привет! Можете написать по нашей традиции, кто откуда к нам присоединяется. Ну и я пока Гванца к нам пытается присоединиться. Скажу пару слов про те симуляторы, которые сейчас предлагает компания Вольво. Здравствуйте еще раз! Все здравствуйте, все кто к нам присоединяется. Значит, ну мы сегодня будем в основном говорить про экскаваторный симулятор, поскольку у нашего дилера в Грузии стоит как раз именно такой. Но на самом деле Вольво поставляет всевозможные варианты симуляторов практически на все машины. То есть вы можете получить симулятор и на экскаватор, и на погрузчик, и на самосвал, на сочлененный. Так, вот сейчас к нам как раз пытается присоединиться к Гванца. Сейчас пока она присоединяется. Две секунды. И вот Гванца показывает нам уже симулятор. Ну, Гванца, я надеюсь, ты себя тоже нам покажешь, чтобы наши зрители посмотрели на тебя. Помахаем. Здравствуй. Вот такая вот замечательная у нас девушка ведет сегодня эфир от нашего дилера в Грузии. Элит Моторс. Итак, для чего нужны симуляторы? Начнем потихонечку наш разговор. Ну, во-первых, это очень выгодно для владельцев техники, потому что владелец не останавливает машину, то есть она у него продолжает работать, а начинающий оператор тренируется на симуляторе. Причем на этом симуляторе, на данном симуляторе очень большое количество всевозможных вариантов тренинговых программ. То есть после прохождения всех этих программ человек выходит уже с достаточно высоким уровнем подготовки. значит, соответственно, человек занимается большое время на тренажерах без отрыва машины от производства. И задания построены таким образом, то есть если следовать вот именно брошюре, которое прилагается к такому вот симулятору, если следовать указаниям из такой брошюры, то человек идет как бы шаг за шагом, повышает свое мастерство и в конце концов вот выходит уже действительно вполне себе хорошим оператором, который реально может уже управлять машиной. Ну и здесь мы сейчас поговорим уже про конкретно про задания, которые даются оператору. Ну начинается, естественно, это все с ознакомления с машиной. То есть это называется Machine Walkaround. Здесь у нас на симуляторе включен английский язык, поэтому я решил оставить, но я буду вам сразу переводить. То есть это обзор машины. На обзоре машины оператор получает как бы знание по терминологии, что как называется и какие-то базовые знания. Следующее у нас это уже вторая ступень по изучению машины. Это знание о машине, о ее основных функциях, о базовых движениях, как производится запуск и остановка машины и зоны безопасности. То есть какая зона является безопасной при работе. Следующий шаг для обучения оператора это уже обучение моторики. То есть это называется Wrecking Ball или по-русски это надо пронести мяч, стальной шар на цепи между какими-то объектами, которые мешают его движению. То есть здесь отрабатывается моторика и одновременно точность движений, потому что надо сделать так, чтобы шар не раскачивался и одновременно проходить между какими-то препятствиями. То есть это вот у нас идет третье задание для оператора. Следующее задание у нас идет Wrecking Ball это такая детская игра поймай крота или придави крота. Значит, соответственно, из платформы выдвигаются кубы в произвольной последовательности и оператор должен успевать поддавливать этот куб ковшом. То есть, соответственно, отрабатывается быстрота действий и одновременность выполнения нескольких функций. То есть для того, чтобы достать там до дальнего куба, необходимо одновременно задействовать и стрелу, и рукой эти ковши, и одновременно поворот платформы. То есть здесь вот как раз уже начинает отрабатываться такая моторика и одновременность движений. Следующим шагом в обучении идет обучение движению. То есть идет обучение правильному перемещению на машине и одновременно умение управлять педалями. Почему? Потому что управление педалями ходом, оно очень важно при выполнении некоторых, допустим, крановых работ. Потому что если надо одновременно выполнять перемещение какого-то груза и движения, то здесь без умения управлять ходом машины ногами оператору будет очень сложно. Он будет гораздо медленнее работать, менее продуктивно. Следующее задание это ознакомление с машиной более глубокое ознакомление. Это просто, ну, называется Playground. Это как бы управление машиной на каких-то, на какой-то пересеченной местности. То есть вы привыкаете и к ходу, и к управлению рычагами. Следующее после этого идет, называется Pyramids. То есть это построение пирамиды с помощью экскаватора, с помощью навесного оборудования дополнительного. То есть вы с помощью вилл ставите кубы друг на друга, то есть отрабатывается точность движений и, опять же, одновременность выполнения нескольких функций для того, чтобы ровно вести вот этот вот объект. Следующее у нас идет, скажем так, умение работать в несколько таких стрессовых ситуациях. То есть здесь упражнение на загрузку скалы в бетонные кольца, причем надо успеть до того, как там огонь пойдет из этих бетонных колец. То есть здесь уже идет на скорость и на точность и на координацию движений. Следующее наше, это уже более, скажем так, углубленное изучение езды на машине, драйвинг, но вторая часть. Здесь уже мы учимся, скажем так, въезжать в какие-то достаточно крутые подъемы и учимся использовать навесное оборудование для помощи машине при вот таких вот очень крутых подъемах. Следующее, после второго этапа драйвинг у нас идут attachments. То есть здесь мы учимся использовать быстросъемное соединение для того, чтобы осуществлять захват ковша, или другой навески. То есть оператору нужно изучить вот эту вот точность подвода быстросъемного соединения к ковшу и также правила безопасности. То есть точно проверять, что ковш захвачен, то есть выполнять какие-то движения, которые его сбросят в случае, если он неправильно подсоединен. И, соответственно, вот в этом и заключается следующее задание. После этого у нас идет изучение загрузки на трейлер. Трейлер loading. То есть здесь оператор учится сначала заезжать. Первый шаг – это заезд передом на трейлер. И второй шаг – трейлер loading reverse – это уже обучение заезду на трейлер задом. То есть вот из двух частей состоит такое обучение. Следующее у нас задание – это rock handling playground. Это у нас произвольное перемещение скальных обломков в заданные сектора вокруг машины. То есть здесь оператор учится набирать скалу, во-первых, в ковш, потому что это не так на самом деле просто, как работать с землей, с грунтом. И, соответственно, умение работать одновременно поворотом, ковшом, рукой, тюстрелой. То есть здесь, опять же, отрабатывается моторика движений. Дальше у нас идет rock handling side loading. Это у нас идет боковая загрузка скальных пород в самосвал. То есть здесь уже оператор учится работать в паре с оператором самосвала. Во-первых, здесь уже как бы есть сложность для начинающих операторов не зацепить борт, правильно спозиционировать машину относительно самосвала, для того, чтобы не делать лишних движений, то есть чтобы поворот был минимальный и чтобы он доставал до машины. То есть здесь уже учится оператор правильному позиционированию и точности движений, одновременности движений. Следующее у нас это продолжение rock handling, но уже загрузка самосвала сзади, rear loading, так называемый по-английски. Значит, соответственно, оператор учится, опять же, позиционировать машину, экскаватор относительно самосвала, для того, чтобы минимум делать поворот. Как вы знаете, оптимальный угол поворота при загрузке 45 градусов. То есть для того, чтобы вы экономили и топливо, и скорость увеличивали погрузки. И, соответственно, вот это вот говорит как раз уже о мастерстве оператора. Во-первых, время цикла, которое получается, и, во-вторых, вот количество сожженного топлива на единицу груза. Следующее у нас идет продолжение rock handling, но уже умение оператора дать правильные команды оператору самосвала. То есть вы знаете, ну, я надеюсь, что знаете, те, кто меня смотрит, что, в принципе, вот в паре экскаваторщик-самосвал, экскаваторщик является главным лицом. То есть он дает команду на позиционирование самосвала, то есть самосвал идет на него, и оператор экскаватора должен дать правильный сигнал, когда остановится, чтобы машина, чтобы самосвал занял оптимальное положение по отношению к экскаватору, опять же, для того, чтобы сократить время цикла и снизить расход топлива при работе. Следующее задание у нас идет, несколько заданий по ditch digging. Там идет у нас серия заданий, которые различаются друг от друга. То есть если переводить с английского, вот ditch digging, это у нас может обозначать две разные вещи. Это, во-первых, планировка откосов, и, во-вторых, это рытье траншей. То есть здесь идет несколько заданий. Первые задания, они идут как раз по откосам, значит, правильное позиционирование машины, и дальше идут упражнения уже по именно рытью траншей. Всего три задания у нас идет по вот таким вот работам. Дальше у нас идет загрузка земли, soil loading. Также идет несколько заданий, то есть с разным расположением экскаватора относительно самосвала. Первое задание у нас идет более легкое, то есть машина позиционируется сверху самосвала, то есть оператору легче грузить. Второе задание, soil loading, там уже экскаватор расположен на одном уровне с самосвалом, то есть обзор кузова хуже, и, соответственно, более сложная погрузка осуществляется. Ну и есть несколько заданий, которые у нас идут по работе с тилт-ротатором. Первое задание, оно идет у нас, ну, тилт-ротатор, для тех, кто не знает, это механизм, который ставится между ковшом и рукоятью, который позволяет вам вращать ковш и наклонять его из стороны в сторону. С помощью этого механизма вы можете выполнять планировку откосов в каких-то труднодоступных местах с гораздо меньшими переездами машины, и вообще очень много всяких работ. То есть вы можете работать с помощью тилт-ротатора как прямой лопатой, так и обратной. Это в некоторых случаях это важно. И, соответственно, по умению работать с тилт-ротатором у вас есть задание на умение спозиционировать ковш. И второе задание, это уже более сложное, использование нескольких функций тилт-ротатора одновременно. Ну что, я сейчас, наверное, попрошу Гансу зайти в какое-нибудь из заданий, чтобы показать вам немножко уже, как это выглядит все в оригинале. Здесь вы видите, что на симуляторе полностью сымитированы приборы, которые вы имеете в машине. То есть имитируется полностью запуск, имитируется движение машины, потому что платформа у нас движущаяся под сидением. То есть если вы заезжаете в уклон, это имитируется полностью с помощью платформы. Если вы допустили слишком большой уклон экскаватора, то он опрокинется у вас. Ну, естественно, платформа не опрокинется, но оператор получит неуд за выполнение задания. Ну что же, я надеюсь, в принципе, немножко я вам рассказал о том, что может симулятор. Я добавлю, что на самом деле не стоит рассматривать симулятор как прибор для обучения новичков. Это на самом деле, это очень хорошая вещь для улучшения навыков уже опытных операторов. Потому что задания подобраны специально таким образом, чтобы развивать уже существующие навыки. И также есть очень серьезная аналитическая система оценок за выполненные работы. То есть оператор получает у вас, скажем так, обратную связь. Он видит, в чем... После получения отчета он видит, где у него были какие недостатки и над какими вещами ему следует поработать. Я могу сказать по опыту американских коллег был такой опыт с одним из крупных клиентов в Америке, когда полностью провели обучение всех уже существующих у этого клиента операторов и получили очень хорошее улучшение в плане расхода топлива, в плане производительности. То есть действительно даже опытные люди, они получают дополнительные знания, они начинают понимать, где у них какие слабые места, какие недостатки. И это помогает им в ихней работе. Ну что ж, на этом я, наверное, закончу наш эфир. Ванца, спасибо тебе большое за помощь. Давайте потрачаемся с нашими зрителями. Я надеюсь, это не последняя наша встреча с нашими грузинскими друзьями. Со своей стороны благодарю всех, кто к нам присоединился, всех, кто посмотрел наш эфир. Спасибо большое. Надеюсь, было интересно и, может быть, чем-то полезно для вас. Спасибо. Всем счастливого дня. Гванса, спасибо большое. Еще раз счастливо. Спасибо. Спасибо и вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok